Всем привет, друзья! С вами Любопытный Геймер, и мы продолжаем играть в Dark Souls 3. Несмотря на то, что мы уже убили финального босса, нам всё ещё есть, что поделать на новой игре. В смысле, на НГ. Не переходя на НГ+. Я отправлюсь дальше за Ацереса. А, кстати, нет, не отправлюсь. Я второй раз забываю, но третий раз не забуду. А, ты хорош, не ли? Я хочу больше Эстуса. У меня и только две было, да? Да. На что вообще? Что влияет на количество очков. Учёность, да, ведь? Да, очков концентрации больше. Мне бы учёности побольше тоже. Потому что на два бета не хватает. Но, с другой стороны, на два бета не хватает. Хватает на удар. По этому. Из двуручного хвата. Электрический. То есть, сначала обед, потом этот удар. Нормально, в принципе. Так, здесь ничего не появилось на этой локации. Потому что оно может. Два раза у меня так уже было, что что-то появлялось. Я не обращал на это поначалу внимания. Ну, вроде нет. Как, например, с диаконами глубин. Эм, что? То есть... Они как бы... Встанут ведь всё равно, да? Кто это вообще? Змеи-люды. Крепость Сен. Здесь. Медитирующий рыцарь. Путь дракона. Интересно. Это жест? Я где-то видел такой жест. В смысле, видел, как кто-то сидел в этом жесте. Стена! Ура! Стена! Сработало. Титанитовая чешуя. Немножечко, значит, соображаю в плане игровых хитростей. Оу! Это очень похоже на место, где была первая кристальная ящерица, но это не это место, потому что там не было костра. Заброшенные могилы. Ладно. Ещё один камень утраты. О, можно сюда. так, погодите, тут что, нита будет... Ой! Вороны. Подождите. Это копиенное это место. Это просто один в один. А вот там я начинал. Давай. Давай. Спой, птичка. Ну давай. Чё ты? Далеко. О, превратил ещё одного. Хорошо. Они нападут уже? Шизофреник. Иди сюда. Ты будешь нападать из тумана. Пока. Ах, ты ж гадёныш-то, а. Ах, так, да? Ах, вот ты как. Ладно. Ох, сейчас кто-то огребёт. Ох, сейчас кто-то огребёт. Ох, сейчас кому-то бобошеньки будет. Ой, капец вам всем, уроды. Чё, не умер, что ли? Пепельное кольцо эстуса. Посмотрите, здесь валяется труп в могиле. Такое ощущение, что этот не смог. А ведь это тот самый саркофаг, из которого вылез наш герой. То есть фактически это что получается? Нет, подождите. Как это может быть? Это какая-то альтернативная, что ли, реальность? Пепельное кольцо эстуса. Где оно? Увеличивает очки концентрации, восстанавливаемые пепельной флягой с эстусом. Серое прозрачное кольцо из осколков увеличивает восстанавливаемые эстусом очки концентрации. Когда сокровище доставили королеве Лотрика, она приказала хранить его как святыню среди заброшенных могил, чтобы однажды негорящий смог им воспользоваться. Но, как видите, не воспользовался. То есть, или это еще один такой склеп под открытым небом вроде как. Ну, вот смотрите. Мы вроде бы под открытым... А, нет, стоп. Мы не можем быть под открытым небом. Мы в подземелье. Почему в подземелье растут деревья? Почему вообще? Что? Что за хрень происходит? Ох, нифига себе! Я немножечко тебя не ждал. Я думал, прибежит какой-нибудь обычный. Ну, ладно. Мне к воронам уже ходить не надо, в принципе. Поэтому мы сделаем... Здорово! До свидания. Хм. Почему бы не ходить с человеком в конце концов? Что изменится от того, что я буду не человеком? Так, хоть здоровья побольше. Туракая собака. Там храм огня. Окей. Здесь должна быть как раз ящерица. Ну, я полагаю, что здесь что-то более мощное, чем ящерица сейчас будет. Нет? Все еще ящерица? Мм. Две ящерицы. Пока ящерица. стамитовые чешуи дали. Вторая ящерица. Пока вторая ящерица. Еще титанитовые чешуи. Ну, круто. Титанитовые чешуи много не бывает. А здесь, кстати, нет никакого ништяка. Здесь очень высокие стены. Фактически основание замка Лотрик, что ли? Опа, смотрите. Там был какой-то предмет, по-моему, да? Или мне показалось? Или это просто оцвет был? Это, наверное, просто оцвет был. Такой же, как вот здесь. Так, ну ладно, значит... А ты-то откуда взялся со своим обломком титанита? А, дочь кристальной Кримхильды. Окей. Где эта дочь? Где уже этот вторженец? Она хочет со мной сражаться здесь на серпантинчике, да? Здорово. Не мешай. Не видишь, я занят. А у нее, кстати... Шпага была от этого. Кристальная шпага, которую делается из души босса. О! Минус. Здесь нет. Что там нет-то? Что хотел сказать? Здесь нет костра. Ну, вы серьезно думаете, что этот развод сработает? Я же все здесь обыщу все равно. Пока. Что там, я даже боюсь представить. Но, скорее всего, бездна. Ай, идите вы нахрен. Там два арбалетчика впереди стоят. У-у-у-у-у-у-у. прям подождал да ладно дождал лег враг стоит да окей сейчас мы посмотрим что там наверху там прыгать ты скрытое благословение ау нахрен опарыш целых два ну ладно зачем я так прыгнул здесь у нас сервис да а мастер мечей здорово чувак давно не виделись но там нет ничего зачем мне туда прыгать непонятно босс значит да ну приходи босс здорово как лица вас славь солнце мастер мистер голозад так наверное а у меня нету ладно сделаем так ну и кто у нас босс да ладно опять шо опять ну Ох, ничего себе Слышь, Франкенштейн Да Да ёлки-палки Какого лешего И вот хуже всего теперь Осознавать, что мне бежать Всё вот это вот Потому что пробежать Собаку это невозможно Так, ну доволен Окей Дайте мне костёр здесь Вот здесь его не хватает Где он нужен, их не хватает Блин Ох, фига Ох, фига Ох, фига Ох, фига Ладно Мастер на самом деле Мало помогает, но помогает Вылазь А-а-а Давай Выходи Мастер Где твоя Маргарита Укушите его за медленные атаки Давай-давай Дамажит он его, кстати Неплох Ау Ни хрена себе Да, блин Да Гундир, конечно, даёт Стране угля Мелкого, но много Это сложный босс Сложнее, чем Ацерос На мой взгляд Да, блин Что же за жизнь-то По ним надо всего лишь Попасть, чтобы Серию устроить Но Попади-попади Всё ещё Думаю, что Проходить это дело С Мастером мечей Это неплохая Идея Куда делся этот Чувак Ну Ты хотел меня убивать-то Забыл Ах ты ж, блин Собака ты Качалова Ты вылезешь уже, нет Ладно Ждём Я хотел вызвать его Потом Побить этих чуваков Окей У меня нет выбора Мне приходится его бить В смысле Всех этих Людей Е-е-е-е-е Ау Да Ай, блин Ну чуть-чуть тебе осталось Ты скотина Ах, кусок Гундира Чемпион Гундир Я не удивлён Что тот Чувак Который должен был Вместо меня сюда идти Просто сдох Не вылези из гроба Он подумал Что? Чемпион Гундира В начале игры Идите-ка вы в пень Ну и не пошёл Никуда Остался лежать Зачем я выпил эстус тогда? Я отрублю тебе все жизненно важные органы Ничтожество Ау Сколько за них даёт 192 Какие-то бешеные тысячи Давай Давай У меня стрела в локте Угодила Приходи, мастер мечей Я чё-то не очень уверен Что я без тебя справлюсь Пойдём Да ёлки-палки Как ты далеко-то бьёшь Хильси-хильси, мастер мечей Девушки отдыхают Збил эст核 вроде ριope Аааааа Аaаайайайайайайай Готов. Совсем готов? Или не очень? Душа чемпиона гундира. Отлично. Даже мастер мечей уцелел. Не психуй, мастер. Все будет хорошо. Костер дропнулся. Ура. Глефа Черного Рыцаря. Ху-ху-ху-ху. Алибарда в смысле? Вот она где. Ну, отдохнуть определенно стоит. Я даже не знаю. Давайте отправимся в Храм Огня. А. А, ну правильно. Это одна локация. То есть, обратите внимание, я не на другой локации нахожусь. Я что-то совсем подзапутался. Так. Что я хотел? Я хотел прочитать душу, кстати. Судьи. А, у судьи есть душа. И ее можно прочитать. Однажды воитель опоздал на торжество, и встретили его храм без огня и колокол, который больше не звенел. Воитель опоздал на торжество. То есть, фактически, душа чемпиона, она указывает на то, что это альтернативная версия будущего. То есть, что произойдет с миром и с Храмом Огня, если не явится чемпион. Ну, в смысле, чемпион пепла. Алибарда Гундира. Алибарда чемпиона Гундира, переданная ему вместе с новыми обязанностями. Заметьте, она витая, как меч. Старая железная Алибарда может вывести из равновесия, и, похоже, она совсем не подвержена разрушениям. Очевидно, Гундиру предстояло вечно нести свою службу. Ну, очевидно, да, потому что... Кто бы его убил? Жизнь, стойкость и физическую мощь, но повышает получаемый урон. Кусочек стальной цепи, которой был скован Гундир, придает жизненную силу, стойкость и физическую мощь, но владелец получает дополнительный урон. Пленник поставил все на свою веру. Это качество присуще самым великим чемпионам. Давайте колечко. Но почему из души Гундира эта штука делается? Гундир тоже пленник? Ну, я уже зажег пламя. Я уже зажег пламя. А сейчас-то чё ты скажешь? А-а-а... Да ты шутишь, блин, почему он не говорит ничего нового никогда? Тот говорил. Прошлый. Ладно. Пойдём посмотрим, что там в храме огня. Это, по крайней мере, интересно. Ну, тут всё интересно. Не знаю, может быть, поставить это кольцо? Где оно, кстати? Оно существенно жизнь увеличивает. Так. Могу я что-нибудь поприкольнее нацепить? Доспех рыцаря-религионера, например. Куртка-тень. О, кстати, чёрная матерчатая куртка, какие носят шпионы из восточных земель. Высокая подвижность, ценой ослабления защиты. Покойный король Ацерес был буквально одержим драконами, за что и получил прозвище Снедаемый Король. Многих наёмников посылали с ним разделаться, но ни один не вернулся. А, вот почему там куртка-тень была. Всё понятно. Ну, не всё, конечно. Доспех серебряного рыцаря слишком тяжёл. С этим даже можно иметь дело. Но есть ли смысл? Не вижу смысла в этой тяжеленной броне, потому что... А зачем? Она не настолько сильно снижает урон, чтобы заморачиваться на этих статах. О, кстати, я же не читал ещё Алибарду Чёрного Рыцаря. Ну, Глеф она. А, вот меч можно посмотреть, как выглядит. Меч прикольный. А, он не может использовать свою особенность, потому что у меня не хватает статов на него. Двуручный меч огня. Но, это именно двуручный меч, это не тяжёлый меч. А, стоп. Это обед. Я хотел его особую атаку выполнить. Да, волна огня. А, и где там Алибарда-то была? Вот она. Глеф Чёрного Рыцаря. Глефа, принадлежавшая одному из Чёрных Рыцарей, странствующих по этим землям, создана для борьбы с демонами хаоса. Чёрные рыцари часто сражаются с противниками намного большего размера, и уникальная атака этой Глефы значительно снижает баланс противника. Опа. У неё нет урона огнём. Ну ладно. Где там мой мегдопор? Ну и что же нас ждёт дальше? Что там с храмом огня? Ну, кстати, раз уж так дела обстоят. Интересно, а вот здесь, кстати, никого? Чё-то подозрительно. Чё-то я очкую. Ух ты, ни хрена себе. Ладно. У меня ведь есть обед. Пока, чёрный рыцарь. О, он с двуручником. Блин. Ау. Да блин. Твою в пень. Отвали от меня, дай мне полечиться. Ага, ты здесь не ходишь. Так более интересно. Там ещё будут такие красавчики. Ведь не исключено, что да. Почему здесь так много чёрных рыцарей? Я всегда ходил сначала сюда, а потом здесь собака. Ох. Это страшнее собаки. Ага. Так, теперь это Россия. Ага. ай ты пес за что мне 3 что ли надо убивать печаль ну ладно кстати но они спаунятся здесь уже да они спаунятся ничего не уронил ладно хорошо дай мне мои души обратно пробуем тебя все таки запарировать ау какой вариант мне больше нравится окей запарированы они не такие страшные кольцо шершнем и здесь меч легиона фарона сюда иногда выходит вот этот вот чувак который мне сейчас ничего нового не говорит блин я что-то очкую туда идти вашу мамашу еще один вы серьезно ладно видимо тут не обойдется простым добежал до костра посмотрел что там в смысле добежал до храма и посмотрел что там здесь придется как-то дольше поэтому мы с вами на этом серию завершим спасибо вам за просмотр надеюсь вам понравилось видео если да то ставьте лайк обязательно это поможет каналу а я с вами прощаюсь это был как обычно любопытный геймер до связи ということで 5 7 5 10 11